Дружеский хоровод, когда-то языческий ритуал, сегодня стал символом единения, почтения и уважения друг к другу. Так участники фестиваля приветствуют друг друга. Одного шатра, как оказалось, вполне достаточно, чтобы уместить сразу несколько десятков культур и традиций. Это наглядный пример национального единения на полуострове. И еще одна крымская традиция на фестивале национальных культур – встречать гостей с почестями. Вареники, борщ, галушки, деруны. Богатство украинской кухни на одном столе. Гостей не только угощает, но и развлекает национальной музыкой. Подзвуки хайтармы в национальных костюмах. Так гостей встречают крымские татары. И танцами порадовать, и, конечно, от души попотчевать. Это крымско-татарская пахлава, очень вкусная. Мукер саклар, домашняя лепешка. Конечно же, фрукты крымские наши, очень вкусные, сладкие. Будем угощать зеленым чаем и, конечно же, заварным крымско-татарским кофе. Дополняют ярмарку и работы крымско-татарских современных мастеров золотой и двусторонней вышивки. Ювелиров-филигранщиков, гончаров, ткачей и кузнецов. Изделия из меди и латуни – это все домашняя утварь крымских татар. Она сохранилась еще со времен депортации. Здесь также есть вот такие вот замечательные произведения декоративно-прикладного искусства. Особое место на ярмарке занимают игрушки в стиле фелтинг. Если проще – валяние, создание различных изделий и шерсти. Ремесло берет свои корни еще от скифов. Нужно очень-очень много терпения. Очень много. Потому как мы берем натуральную шерсть. Вот такую. И сбивая ее при помощи игл, мы делаем жесткую форму, которая останется такой навсегда. Фестиваль – не просто гастрономическая экскурсия, но и возможность поближе познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих в Крыму. В этом году прибой собрал друзей даже из материковой части России и Украины. Наш фестиваль, у него самая большая задача, самое главное – это соединить наши народы. Чтобы наши народы жили в дружбе, в согласии, в мире, понимали друг друга. И, конечно же, наш Крым будет только в этом выигрывать. Этот фестиваль действительно собирает друзей. Здесь много творчества, здесь много улыбок, здесь много знакомств и творческого содружества. Я желаю этому фестивалю дальнейшего развития и выхода на более высокий уровень, на уровень международного. До поздней ночи на побережье Раздольнинского района звучали национальные песни. Артисты фольклорных и семейных коллективов дарили зажигательные национальные танцы. Фестиваль «При бой. Собирая друзей» в очередной раз оправдал свое название.